Добрый день! Мы наконец-то собрали за чашеское кофе, мне заболели вот этот кофе, ну-ка расскажите о нем. Два народа кофе Гуайни, который выращивается в регионе Амазонии. Вообще, в целом, Колумбия подразделяется на 5 климатических регионов, в которых выращивается кофе. И Амазония относится к одному из регионов, который абсолютно не кофейный регион. И там, в целом, кофе появилось просто в причине, потому что государство приняло решение для, ну, в рамках борьбы с наркотрафиком, выращивающего кокаина в регионе популяризировать кофе, создать стабильность кост среди христиан на кофейную продукцию. Кофе довольно-таки молодой, ему, скорее всего, будет, ну, максимум 20-25 лет. Оно, по своим вкусовым качествам, сильно отличается от топовых колумбийских кофе на сортах. Достойный экземпляр для любителей кофе, ценится во всем мире, со своими, скажем так, специфическими экзотическими нотками. Что там, ванильное ощущается? Возможно, потому что, в чем специфика вот кофе от Халтика, непосредственно, да? Халтика – это кофейная компания, которая изначально придумывалась как научно-исследовательская компания, она в 1977 году была учреждена, и она занималась разработками в области скрещивания, обмеления и технологий по выращиванию кофе. А технология Халтика позволяет на сегодняшний день получать огромный рост на образе, опять-таки, аромат вкусов, благодаря не химической отработке, а именно грамотному процессу скрещивания и сажать копейные деревья вместе с определенными сортами фруктовых деревьев, либо диких деревьев, которые имеют определенный аромат, который мы хотим увидеть в данном росте. Я сказала, это технология уникальна? Это запасив довольно международная технология, потому что только в Армении представить 18-е наименование кофе колумбийского из 5-ти гематологических регионов в Колумбии, которые каждый имеет свой определенные вкусовые и ароматные свойства. Я думала, что мы кофеманы. Единственная анимация кофеманова оказалась, что мы давали еще в Колумбию. На самом деле, армяне с кофем очень давно дружим. Колумбийцы считают, в принципе, это доказанный факт, что кофе в Колумбию привезли армяне. Это семья, которая из Артехи переехала в Колумбию и фасадюра первым учредила, или, по сути дела, создала первую кофейную эксплуатацию в Колумбии. Данная кофейная эксплуатация была создана на месте нынешнего города Армении, которая существует, которая является кофейной строительной столицей Колумбии, где находишься в квартире большинства компаний, которые производят кофе в Колумбии. В том числе, там находишься в квартире федерации производителями кофе. И, в принципе, Армения была также названа, потому что имела, во-первых, это а, исторические кровни, связанные с армянским народом, и, во-вторых, память жертв геноцида армян. Естественно, что заголовок у данной новости был весьма ожидаемый и звучал как «Первые зерна кофе в Колумбию завезли армяне». Нам, как и мировой историографии, неведомо, откуда армяне черпают свои исторические факты, но классическая история противоречит данному утверждению. По некоторым данным, монахи иезуиты начали разведение кофе в начале 18 века. Священник иезуит Хосе Гумильо упоминает выращивание кофе в миссии Святой Терезы, в Табахе на Ореноко, в книге «Живописная Ореноко», 1730 год. В докладе архиепископа-наместника Кабальера и Гонгора в 1787 году говорится, что кофе на территории Колумбии выращивался на северо-востоке, близ нынешних Сантандера и Баяки. В 1835 году была основана первая коммерческая плантация, давшая урожай в 2560 мешков, по 60 килограммов каждый. Кофе вывозился из Порта-Кокута, на границе с Венесуэлой. Однако роста производства кофе не происходило на фоне вывоза табака, хинина и продуктов животноводства. В 20 веке происходит возрождение производства кофе, в основном в Сантандере, Кальдасе и Северной Талиме, основой кофейного хозяйства были мелкие фермы. В 1927 году была основана Национальная федерация производителей кофе Колумбии. По другой версии, в 1720 году французский морской офицер Габриэль Матьё де Кльо, в звании капитана от инфантерии, решает выращивать кофе в новом свете. В 1723 году де Кльо получил несколько кофейных саженцев, от французского ботаника, из королевского ботанического сада, Антуана де Жусьё. Вскоре после этого, король поручил капитану де Кльо перевести выращенное дерево на остров Мартинику, Антильские острова. Де Кльо с большим риском и лишениями исполнил поручение короля. На Антильских островах он организовал кофейные плантации на Гаити, Ямайке, Кубе, Пуэрто-Рико и Тринидаде. Франция стала обладать богатым источником доходов, и в честь этого воздвигла памятник капитану де Кльо на острове Мартинику. По воспоминаниям де Кльо, большую часть своего скудного рациона питьевой воды он отдавал кофейному деревцу. Первый сбор урожая состоялся в 1726 году. Позднее, де Кльо посадил ростки на острове Гвадилупа и Сан-Доминго, где ранее располагались плантации какао. Через три года после смерти офицера, число кофейных деревьев на острове достигло 19 миллионов. Кофе начал распространяться по Новому Свету из двух точек – Мартиники и Голландской Гвианы, Суринам. Приблизительно в 1730 году испанцы возят его в Пуэрто-Рико и на Кубу, в Колумбию, Венесуэлу и на Филиппины. Как видно, нигде армян и в помине нет. Желание армян быть впереди планеты всей почти во всем уже принимает анекдотический характер. Странно, что армяне не утверждают, что они первые щипали фрукты из кофейного дерева в Эфиопии, вместо местных коз. Как говорится, и смех, и грех.